Алоха, бродяги! Мы с Настей телепортировались из Африки в Непал. Сейчас находимся в Катманду, столице Непала. Город шумный, пыльный. Я его, конечно, люблю, но находиться мне здесь осталось недолго, так как уже через несколько дней я стартую в экспедицию на третий для себя восьмитысячник и пятый по высоте в списке самых высоких гор – это Макалу. Вершина суровая, серьезная. Немножечко волнуюсь, но, надеюсь, все получится. Поэтому следите за нашим восхождением, ну а мы погнали в экспедицию. Намасте, друзья! Доброе утро! Мы сошли на Макалу. Все. С Карпандинских улочек мы плавно переместились в аэропорт, в местных авиалиниях, и отсюда полетим на маленьком сумолете типа Твиноутера. Я думаю, что мы получили. Включение начинается. С Карпандинских улетает вот таким небольшим самолётом, пилотером. Лететь примерно полчаса. Намасте! Прилетели в Тумлингтар. Здесь гораздо ниже, чем в Катманду. Высота 450 метров над уровнем моря всего лишь. И на машине нам предстоит ехать в Нум примерно 5 часов по хорошо нам известным непальским дорогам горным. Очень жарко. Прикольно, конечно, здесь природа. Вот из таких, можно сказать, джунглей мы вскоре попадем в большие высокие горы. Пару часов мы ждали, пока долетят наши баулы. Но прилетели не все. У нас еще осталось два баула. Скорее всего, они прилетят завтра. Из этого можно сделать вывод, что все необходимые вещи для существования какое-то время автономное необходимо иметь с собой в ручной кладе. Ну, как минимум, это должна быть куртка, флиска, кофточка какая-нибудь, шапки, перчатки, очки, фонарик, термоз, бутылка. В общем, все, что возможно убрать в ручную кладь, должно быть с вами в ручной кладе. Тесноте, да не в обиде. Да, ребята. Отлично. Все, let's go. Ау, ау, ау. Сегодня мы далеко не поехали. Отъехали на полчасика от аэропорта. Соседний поселочек. И здесь заселились. Вот такой отельчик. Точнее, заселяемся. Будем дождаться здесь остальную часть группы, которая значительно больше, чем мы втроем. и наших вещей. Еще не всех долетевших. Надеюсь, завтра увидят и люди, и верши. Миленько здесь. Вполне, вполне уютно. Соседний поселок. Соседний поселок. Доброе утро! Наши приключения продолжаются, сегодня мы едем в Нум, маленький поселочек, который находится на высоте 1400 метров, и оттуда мы уже пойдем пешком в наш трек, к базовому лагерю Макалу. Сельские дороги. Мы добрались до маленького поселочка Нум, отсюда, как я уже говорил ранее, стартует наша пешая часть маршрута, наша трейдинговая часть маршрута, это будет завтра. Сегодня мы поселились в лоджии, в гестхаусе, и вот такой вид с крыши нашего лоджия открывается на окрестности. Наверное таки мило, сейчас я покажу наши номера, конечно это уже отличается от предыдущего отельчика. Но мне очень даже нравится, вот собственно говоря, наш с Гиомом номер. Тесноте да не в обиде, места хватает, и кости бросить, и сумки положить. В общем, такой уже более классический трейдинговый лодж. Поехали! 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 Ну все, наконец-то начинается пешая часть. Мы выдвинулись из Нума, сразу же начался резкий-резкий спуск. Сейчас нам предстоит спуститься примерно на 800 метров по вертикали. А что это значит? Это значит, что сердце мы сейчас потеряем, нам сегодня же придется и набирать. Но на самом деле все классно. Есть тропка, пусть и крутая, и рюкзачки у нас легенькие, трекинговые, поэтому не напряжно. Сейчас мы находимся на высоте ниже 2000 метров над уровнем моря. И, соответственно, у нас тут такая вот зона джунглей. И пару дней нам предстоит вот идти как раз по джунглям настоящим. Такая у нас сегодня красота. Симпатичная узенькая трубка ведет нас все ниже и ниже. Чуть не убрался. Камни очень скользкие, поэтому надо аккуратненько тут, конечно, ходить и бегать. Да, мне нравится этот трек. Уфа! Симпатичная трубка. Какой же непальский трек без подвесных мостов. И на нашем треке тоже имеются подвесные мосты. Конечно, не такие мощные, высокие, красивые, как на Эверэнс Бэйс Кэмп треке. Но, тем не менее, их есть тут у нас. Вот и настала расплата за спуск. Долгий крутой подъем по бесконечным ступеням. Пятичасовой трек до следующего поселка Сиду. Очень интересный трек по джунглям. Полпути вниз, полпути вверх. Практически не поменяли высоту нашего расположения по сравнению со вчерашней, по сравнению с поселком Нум. Но зато очень классно погуляли. Ну и действительно, очень так прикольно начинать с джунглей. Я знаю, что нас ожидает, в принципе, выше, какая природа. Но по джунглям погулять, это, конечно, такое необычно. Такое бывает редко в моей жизни. Доброе утро, друзья. Всем намасте. Потрясающе у нас утречко. Вообще кайфово. Стартуем в Ташигаон. Следующий населенный пункт, который на 550 метров выше, чем эта деревушка, в которой мы сегодня ночевали. Идти нам примерно 8 километров но сегодня будет пожарче. Облака нам не будут помогать. Сегодня чистое небо. Ну, по крайней мере, до обеда. Вот здесь на этих притопленных террасочках выращивают рис. Второй день трекинга. Мы еще не увидели больших гор, хотя отсюда я вот уже вижу, снежнички проглядывают. Но мне безумно здесь нравится. Вообще нет людей. И очень аутентичные поселочки. Очень. На некоторых домах крыши-сценовки, на некоторых соломенные. Ну, на некоторых, понятно, есть металлопрофиль. Тех, кто побогаче, есть. Вот даже вот такой вариант с целлофаном, поверх которого трава на крыше. Вот. Ну, то есть, очень круто. И очень здесь, конечно, аутентично. Мне так нравится. Я очень хочу вернуться сюда осенью, когда другая прозрачность воздуха, чтобы оценить это по новой. Конкретно уже в трекинге, без цели, задачи восхождения на вершину. Не, не, не. Курочка. Пробавляю. Курочка. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Себастьян, брат, что случилось? Как красивый день сегодня Да, красивый день сегодня Ну все, мы прибыли на базу нашу Классный лодж, классное место, вообще просто потрясающий денек Народ загорает, устроили легкие пастирушки Кто-то вон растягивается, пиво тянется Короче, все на чиле, все на расслабоне Не хватает пивка, но я думаю, мы сейчас этой справим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы с Гиомом сегодня гуляем Сегодня у нас день отдыха И по пути обратно решили принять небольшой душ Дальше Главное, что не уходить на воду Вон, ну тебя, на ту Ух! 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 Доброе утро! Всем намастэ Вчера Провели отличный день отдыха В Ташигаоне На высоте 250-270 А сегодня мы Мы поднимемся значительно выше трешки, где-то на 3,600 примерно, судя по карте, вот, в точку под названием Конгма. Скорее всего, это уже не поселок, но какие-то лоджии там есть, поэтому посмотрим, что нас ждет впереди. Утро потрясное просто. Вот такая классная погодка, уже видно снежнички. Супер! 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 Одэдендрончики и еще какие-то цветы. Разрушенный тихаус заброшенный. Ну что, с первым снегом у нас. высота 3600 метров и мы подходим к поселку кума где сегодня и заночуем но уже так свежо прохладненько из зоны леса и зоны джунглей мы вышли и вот уже тут у нас радодендроны не по 5 метров а совсем кустарнички чуть более рослые чем у нас в россии он там наш поселочек так вот наш новый дом у нас каждый день новый дом где ночь застала там и хата у нас затопилась печка здесь значит собралась такая тусовка в общем мы тут сидим возле печки греемся и решили попробовать так называемый mustang кофе в общем это местный классический напиток такой местный деревенский коктейль в общем ракси это такой алкогольный напиток немножечко кофе и мед и еще что тут плавает я не пойму то ли червячки то ли жареный рис ну короче какая-то такая ерунда очень вкусно ваше здоровье ребят на здоровье на здоровье Здравствуйте! Здравствуйте! Настя! Покинули предыдущее место ночевки. Вот, идем дальше. Выше. Сегодня у нас по плану три перевала. Высотой выше 4000 метров. Ну, со вчерашнего дня местами есть снежок. Но в целом немного. Пока что. Посмотрим, что там будет наверху. Вау! Фух! Отличный денек, отличное начало. Прекрасное утро. Нам открылся вид. Вон Макалу-1. Или Макалу-1. Вот, посмотрите, сейчас приближу. Вот, ребяточки. Макалу-1. Прекрасная гора. И вот еще виды на большие горы. Названия которых, к сожалению, не знаю. Но, я думаю, за время трога подучу. Что, первый перевал на сегодня, Чунгрула. А высота выше 4000 метров. Что-то 4,50 что ли. Вот, сейчас проверю. Квантиметру. Классная погодка. Классные виды. Во! И классная компания. На треке к Макалу. Есть одно очень красивое озеро. Санопок Харри. Но, нам не повезло. Оно замерзшее. Вот, так что красивых фоточек и видосиков не будет. Ладно. Надеюсь, оно оттает к моменту нашего возвращения с горы. Вот. И все-таки я покажу его во всей красе. Ну, и плюс у нас дальше по треку должно быть еще больших размеров озера. А, может быть, с ним нам повезет больше. Второе озеро под названием Колопок Харри тоже оказалось, к сожалению, замерзшим. Выглядит вот так. Ну, надеюсь, да, когда будем возвращаться с экспедиции, они уже растают, должны растаять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прибыли в Дабате. Сегодня ночуем здесь. Все, супер. Сегодня наша с Гиомом комната выглядит вот так. Вот такой классный стайл. Мне нравится. После ночи в Дабаты мы спускаемся в долину реки Барум и вдоль нее начинаем подниматься в базовому лагеру Макову. Об этом я расскажу в следующем видео. А сейчас всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки, вам не трудно, мне приятно. Ну и конечно же звоните Брынду в колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Они на канале появятся скоро. Всех обнял. Теплой земли.